Чёрный орёл Причина этому проста. Китайцы не скрывают, что меня совершенные Шиньяна они будут гнать на экспорт. Для этого и создают им рекламу. А вот несколько сотен Чэндо уже в ближайшие десятилетия составят ударный кулак ВВС КНР. Поэтому в них и заложены заведомо лучшие характеристики. Какие именно, официально не разглашаются. Однако утечек информации накопилось вполне достаточно для составления представления о самом грозном китайском истребителе наших дней. Основной функцией Чёрного орла является обеспечение превосходства в воздухе в тысячемильной прибрежной зоне, где шныряют корабли США. Звеничинду должны будут уверенно контролировать акваторию Жёлтого и Восточно-Китайского морей. В случае необходимости задачей истребителей станет завоевание господства над воздушным пространством Японии и Тайваня. Основу ВВС этих стран составляют американские истребители F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, разработанные ещё в 70-х годах прошлого века. Они изрядно устарели как морально, так и физически, поэтому не смогут составить серьёзной конкуренции Чэнду. Однако Япония заключила контракт на закупку 42 новейших истребителей F-35 «Молния», да и для американцев этот самолёт является основным. Поэтому китайский Чэнду разрабатывался именно для противостояния хвалённому истребителю-невидимке. Получилось ли у Поднебесных создать достойного противника американскому стелсу? Почему «Чёрный Орёл» подозрительно похож на российский МиГ-35, так и не пошедший в серию? Кто победит в честном воздушном поединке? Чэнду, F-35 «Молния» или наш Су-57? Об этом смотрите в данном ролике. А чтобы быть в курсе событий о новейших вооружениях сверхдержав, обязательно подпишитесь на наш канал. На сегодня в КНР построено 28 самолётов Чэнду, 20 из которых уже поступили войска. Начиная с 2020 года, Китай планируется выпускать по 150 истребителей пятого поколения в год, и постепенно они станут основой ВВС Поднебесной. С 2019 года самолёты несут полноценное боевое дежурство. В частности, патрулируют небо над спорными островами Сэнкаку, принадлежность которых оспаривают Китай, Япония и Тайвань. Есть сведения о том, что именно «Чёрные Орлы» вынудили американцев умерить пыл в опросе об архипелаге Спратли. Здесь китайцы создают искусственные острова с авиабазами, против чего активно возражают США. Однако давить на Китай по-взрослому американцы не решаются. Возможно, они подозревают, что их F-35, взлетевшие с авианосца, с треском проиграют новым китайским истребителям? Попробуем разобраться, исследовав характеристики и особенности «Чёрного Орла». Бытует мнение, что китайские разработчики только и могут что заимствовать чужие технологии, а свои прорывные системы изобретать не способны. Не хотелось бы возводить этого к «Сиому», но что делать, если в случае с истребителем «Чэнду» данный тезис подтверждается на 100%? Судите сами. Аэродинамическая схема «Чёрного Орла» практически полностью слезана с российского фронтового истребителя МиГ-35. Он создавался ещё в 90-х годах как противовес американскому F-22 «Раптор», и проект даже дошёл до испытаний лётного образца. Однако в 2002 году было решено отдать предпочтение более перспективному проекту Су-57, который стал первым российским истребителем пятого поколения. По неподтверждённым данным, корпорация МиГ продала общие виды и некоторые технологии заброшенного МиГ-35 китайцам, что и стало основой для создания «Чёрного Орла». Скорее всего, эта сделка была санкционирована российскими властями по принципу «чтоб добро не пропадало». Второй важнейший компонент самолёта — двигатель китайцы также позаимствовали у России, но правда уже неофициально. Дело в том, что КНР существенно отстаёт от РФ и США в производстве авиамоторов. Делиться подобными технологиями и даже продавать готовые авиадвигатели среди сверхдержав не принято. Поэтому китайцы пошли на хитрость. Чтобы поставить на прототип «Чёрного Орла» хоть сколько-нибудь мощный двигатель, они собрали его буквально из-за шмётков. В начале десятых годов Китай, где только можно, скупал бывшие в употреблении деталей российского двигателя АЛ-31Ф. Этот мотор далеко не самый новый, им комплектуется Су-27 разработки 80-х годов. Зато подобных самолётов в мире много, и китайцы хоть и с трудом, но набрали достаточное количество лопаток, покрывных дисков и элементов турбин россыпью. Из полученных элементов и были собраны первые двигатели для Чэнду. А затем Китай освоил производство копии АЛ-31Ф, получившей название WS-15. Как утверждают американцы, у F-35 китайские конструкторы также кое-что позаимствовали. Прежде всего речь идёт о стелс-покрытии корпуса, навигационной системе и, возможно, бортовой радиолокационной станции. Фирма Lockheed Martin, производящая F-35, развернула мощную обличительную компанию, в которой Китай обвинялся в циничном интеллектуальном ограблении Америки. Сам же «Чёрный орёл» американцы называют не иначе, как летающим Франкенштейном, слепленным из технологии США и России. Возмущение уважаемых партнёров вполне объяснимо. При всей электричности, свойственной Чэнду, в реальности он оказался круче хвалёных и мега дорогих F-35. Максимальная скорость «Чёрного орла» составляет 2100 км в час против 1900 км в час американского конкурента. За счёт цельноповоротного переднего и заднего оперения, унаследованного от МиГ-35, Чэнду гораздо манёврнее F-35. Благодаря этому в ближнем бою у американской молнии практически нет шансов выиграть у китайца. При этом «Орёл» способен нести на борту больше вооружений, нежели американский аналог. Если считать в ракетах средней дальности, 18 штук против 16 у F-35. Главным же преимуществом Чэнду является его неприхотливость. Стелс-покрытие американского истребителя настолько нежное, что для хранения самолёта необходимо строить специальные ангары. После каждого вылета поверхность фюзеляжа F-35 приходится обрабатывать специальным составом, чтобы устранить последствия коррозии. «Чёрный орёл» лишён подобных недостатков. Он может стоять в обычном капонире, а длительность подготовки к полёту у него такая же, как у обычных истребителей четвёртого поколения. Пожалуй, единственное, в чём Чэнду уступает американскому конкуренту, это тяга вооружённость двигателей. Как ни крути, а его моторы являются лишь китайскими копиями российского AL-31F из 80-х годов. Тяга такого двигателя на «Форсаже» не превышает 14 500 килограмм сил против 19 500, которым располагает F-35. Из-за этого «Чёрному орлу» требуется большая длина разбега, он медленнее набирает высоту и скорость. Китайские инженеры клянутся, что рано или поздно разберутся с российскими технологиями двигателестроения и даже создадут свои. Через несколько лет они обещают построить собственный авиамотор, не уступающий американскому. Если это произойдёт, и Чэнду-Джи-20 обзаведётся силовой установкой современного класса, он превзойдёт молнию практически по всем статьям. Если же сравнить «Чёрный орёл» с российским Су-57, то здесь китайцы явно отстают по всем параметрам, кроме скрытности. Причём это является оценкой не только российских военных экспертов, которых можно уличить в предвзятости, но и американских. Например, однозначный вывод о превосходстве российского истребителя ещё в 2018 году сделало влиятельное американское издание «The National Interest». По мнению американцев, Су-57 не имеет аналогов по манёвренности и с лёгкостью собьёт любое современных истребителей пятого поколения в ближнем бою. Даже двигатели первого этапа российского самолёта существенно превосходят потягу вооружённости моторы Чэнду. В 2023 году им на смену придёт так называемое «изделие 30» с плазменным зажиганием, характеристики которого являются просто фантастическими. Достаточно сказать, что они позволят самолёту летать на сверхзвуковых скоростях без использования форсажных камер. К этому времени китайцы в лучшем случае освоят крупносерийный выпуск своего WS-15, скопированного с мотора старичка Су-27. Российский истребитель пятого поколения серьёзно превосходит как китайские, так и американские аналоги по системе обнаружения летающих целей. Для этого используется РЛС с активной фазированной решёткой, которая способна обнаруживать самолёты-невидимки. Фактически она сводит на нет преимущества самолётов, созданных с использованием стелс-технологий. Ничем подобным китайцы, да и американцы пока не располагают. Наконец, по вооружению, Су-57 также существенно опережает «Чёрного Орла». Российский самолёт способен нести рекордные для истребителей 10 тонн ракет и управляемых бомб. Его подвески рассчитаны на гиперзвуковые ракеты «Кинжал», аналогов которых нет ни у западных, ни у восточных партнёров. Таким образом, истребитель «Чэнду» G-20 является добротным истребителем пятого поколения, который способен уверенно противостоять американским F-15. Можно не сомневаться, что к середине 2020-х годов КНР доведёт количество «Чёрных Орлов» до нескольких сотен, и вопрос о доминировании США в околокитайских морях станет неактуальным. В прямом воздушном бою «Чэнду» скорее всего собьёт слабоманёвренную молнию, но почти наверняка проиграет российскому Су-57. Что поделать, скопированные у России технологии 20-летней давности заведомо уступают современным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова